Здравствуйте! В эфире новости Ленинского городского округа в студии Татьяна Брулова. И сначала коротко о темах выпуска. Организация парковочных мест в муниципалитете на примере булатниковского поселения. В 2020 году будем смотреть, где там уж и по новому шоссе, будем создавать истории заездных карманов, как в Москве. Общественники заинтересовались зданием бывшего инфекционного отделения. В настоящее время эта территория небезопасна. Находится в плачевном, опасном состоянии. Программа активной долголетия в центре вера. Интерес и польза. Выкидыв. Пауза. У жителей микрорайона Бутово-парк-2 вечер после работы очень короткий. Все потому, что многие из них тратят на парковку машин около часа времени. Застройщик уверяет, скоро ситуация изменится в лучшую сторону. А пока место для авто пробовал найти наш корреспондент Арсений Рогозянский. Это только днем. Парковочных мест в новеньком микрорайоне много. Оно и понятно. В такое время практически каждый уезжает на работу. Однако совсем иначе дело обстоит вечером. Если приезжаешь после шести вечера, конечно, нужно поездить, попетлять. Но мы живем там в конце района. Там немножко меньше домов. У нас немножко проще. Но после девяти вечера я ставлю только возле леса. Уже в районе нет места. Вечером, когда приезжает мой супруг с детьми, представляете, мы минут сорок и ищем только место. И вот посмотрите, вот здесь, вроде бы тротуар, и мы с детками. А машины стоят прямо на тротуаре. Такие парковочные казусы здесь, в микрорайоне Дрожино, можно наблюдать регулярно. Нехватка водительского этикета и парковочных мест делают ситуацию еще более напряженной. Однако компания застройщика уже знает, как решить эту проблему. Планируем строительство дополнительно 1200 машинных мест на парковках. С последующим расширением до 1900. Сроки реализации данных парковочных мест рассчитаны, планируем, с конца 2019 года. В микрорайоне введены в эксплуатацию около 13 тысяч квартир. До 2023 года их станет еще на 8 тысяч больше. Вместе с этим застройщикам планируется строительство двух многоуровневых парковок, в которых суммарно смогут разместиться 10 с половиной тысяч автомобилей. Но, по словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Дмитрия Волгова, дополнительные места на проблемном участке появятся еще раньше. В 2020 году будем смотреть, где там уж и по новому шоссе, будем создавать истории заездных карманов, как в Москве. Все-таки эта дорога сейчас переданная нам, муниципалитетом. И здесь, со своей стороны, служба дорсервиса постарается. Ну и в дальнейшем будем, конечно же, придавать этому приоритет, потому что то, что к нам приходит ЦУР, и на топовых местах, верхнем, это в первую очередь волнует наших жителей. Мест для автомобилей в микрорайоне станет больше, но и автовладельцам важно помнить, парковаться необходимо грамотно и не затрудняя проезд для других машин. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. По инициативе членов общественной палаты Ленинского городского округа была проведена выездная встреча с представителями администрации городского поселения Видное и сотрудниками Госадмотехнадзора по вопросу проведения бывшей инфекционной больницы в безопасное для людей состояние. Сейчас разрушенные здания находятся в открытом доступе. Внутри неоднократно были замечены посторонние. Подробнее о ситуации и путях ее решения расскажет Юлия Поготьян. Когда-то здесь царилась стерильная чистота и была жизнь. Построенное более 50 лет назад, медицинское учреждение не раз меняло свое предназначение. Изначально в этом здании находился роддом. Потом к нему присоединилось хирургическое отделение. В последние годы инфекционная больница, которую закрыли почти сразу после того, как территорию передали в ведение Министерства здравоохранения Московской области. С тех пор строение рушится на глазах. Находится в плачевном, опасном состоянии. Я здесь проживаю рядом и наблюдаю картину в ежедневном режиме, что приходящие школьники из детских садов, дети, они здесь играют и в том числе заходят туда вовнутрь. Учитывая то, что здание в аварийном состоянии, это очень небезопасно. Внутри здания выглядит еще более устрашающе. Все завалено обвалившимися стройматериалами, разбитыми стеклами, бутылками, шприцами. И все это находится в открытом доступе. Здание бывшего инфекционного корпуса находится на балансе Министерства здравоохранения Московской области. Министерство в курсе проблемы этого здания. В настоящий момент известно, что площадь будет сохранена за Министерством для возведения, строительства объекта, какого-то объекта здравоохранения. А пока проблема продолжает быть актуальной. Местные власти решили взять ситуацию под личный контроль. Уже намечены пути решения. Мы не можем деньги вкладывать, потому что это не наша земля и не наша вотчина. Поэтому ищем спонсоров. Глава уже сказал, если это будет затягиваться, то мы своими силами поставим забор и закроем все окна. Прежде всего безопасность детей и нашего общества. Эти работы представители администрации планируют провести в ближайшее время, пока ситуация не стала критической и не привела к несчастным случаям. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ. С июня 2019 года в Подмосковье стартовала программа поддержки пожилых людей активное долголетие. Пенсионеры могут выбрать себе досуг по душе. Это различные экскурсии, кружки, интересные спортивные тренировки. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Выкидок, пауза. Чем же отличается кислородное дыхание или дыхание животом от обычного? Узнать об этом можно на занятиях специальной гимнастикой, проходящих в Центре социального обслуживания «Вера». Именно глубокое, а не поверхностное дыхание снабжает организм нужным количеством кислорода и запускает хороший обмен веществ. И научиться ему может каждый. Метод основан на задержке дыхания, то есть все процессы наши внутри происходят именно на этой паузе. Пауза у нас длится от 9 секунд для начинающих. Вот данная группа, которой сейчас вы можете посмотреть наши упражнения, она держит паузу уже на 21-23 секунды. За счет вот этой паузы у нас как раз и идет вот этот процесс обновления нашего организма. Тренировки пользуются большой популярностью. За несколько месяцев появилось уже три группы. Несмотря на кажущуюся простоту упражнений, за 30 минут занятия придется выложиться по полной. Но и результат не заставит себя ждать. Изначально, конечно, тяжело. Потому что, чтобы наладить дыхание, это в общем-то не сразу все приходит. Но с каждым днем мы как бы мелкими шагами, ну вперед идем. Это чувствуется по себе. Чувствуется по одежде даже то, что одежда стала на некоторые размеры меньше. Причем подтянутая фигура и прекрасное настроение – лишь некоторые бонусы бодифлекса. Так еще называют дыхательную гимнастику. Пользуя для здоровья, ощущается каждой клеткой тела. Людмила Журавлева – одна из самых старших в зале. Женщине 78 лет и она не скрывает свой возраст, а наоборот гордится тем, что и сейчас активна и любознательна. Пенсионерка не пропускает ни одной тренировки, ведь регулярные занятия спортом дают ей возможность дышать полной грудью. Хорошо дышу. Я не задыхаюсь. Как вот бывает, знаете, старые пожилые люди идут, а дышаться не может. А я иду нормально и могу держать более-менее быстрый тему. Кроме того, в центре «Вера» проходят занятия в тренажерном зале, уроки по настольному теннису и полюбившейся многим скандинавской ходьбе. Так что выбор есть на любой вкус и темперамент. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 10 октября свой день рождения отмечает одна из самых популярных социальных сетей в России – ВКонтакте. Дата напрямую связана с создателем программы Павлом Дуровым, который родился в один день со своим детищем. Основанный в 2006 году, сегодня ВКонтакте – это глобальная площадка для общения, прослушивания музыки, просмотра видео, ведения рекламных и общественных групп. В программе зарегистрировано порядка 140 миллионов человек, а 38 миллионов ежедневно посещают свои странички. В рубрике «Видновчане об этом» мы решили узнать, чем для местных жителей сейчас является эта социальная сеть и как часто они ею пользуются. Пользуюсь постоянно, каждый день. В общем, все нравится, все отлично, много музыки там всякой. Использую ВКонтакте для прослушивания музыки, потому что это очень удобный сервис. Также, если грамотно пользоваться соцсетью, можно узнать очень много нового. Подписано на аккаунты администрации Ленинского района, чтобы быть в курсе, что здесь происходит. Когда она только появилась, да, пользовалась часто. Ну, сама просто была моложе. А потом как-то прошло время, и она отошла. Так, очень редко, когда захожу, я с кем-то больше в Фейсбук сейчас у меня. Помоложе народ пользуется сетью ВКонтакте, поэтому я больше Фейсбук предпочитаю. Пользуюсь очень часто, очень удобная вещь для общения с друзьями, для каких-то деловых контактов. Пользуюсь, в принципе, удобно. Не сказать, что часто, но когда надо с кем-то пообщаться, кто далеко. Удобно, часто пользуюсь. По работе бывает часто пользуюсь, и с друзьями, как правило, именно в ВК и сижу. И на этом у нас все новости. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!